Здравствуйте, меня зовут Евгения Сорова, настоящая молодежь проживаю в Берлине. И с 2008 года я являюсь жертвой имени. Эта история началась в Берлине, мне неожиданно досталась квартира в Пенсноберге, который, в принципе, получить то невозможно, но по каким-то странным обстоятельствам я ждали имени. И в этой квартире, как бы я предлагалась преследоваться, то есть сначала от бюро по трудоустройству мне предложили заняться английским, значит, оплатили курс английского языка через неделю, и учитель на этом курсе заявил, что я его, значит, преследую, что я к нему пристаю якобы на уроках, и, значит, мне запретили дальнейшее посещение этого курса, выгнали и заставили обратиться к психиатру. То есть письменное предписание сделали обратиться к психиатру, либо иначе мне приставали к этой пособии. Кроме этого, ну, так как я осталась без занятия в это время, я занималась дома своей профессией, и я по образованию дизайна закончила, у меня встали ситберское устроение по профессии в дизайн, и я занималась дома, клеила лампы и вязаные лампы, и как только я выходила из дома, все мои произведения полностью уничтожались, там ставились какие-то жирные пятна, еще как будто я ничего не умею, и все мои усилия никогда не будут приносить никаких успехов. В общем, это продолжалось довольно длительный период времени, то есть игра простая, я что-то начинаю делать, оставляю на столе, выхожу из дома, все как бы полностью уничтожается. Я какие-то полки дома делаю, там их пилю, крошу, и сразу домой ставлю чашку, о, полка поездки рушится нахуй, как будто бы я убила или что-то. То есть меня заставляли постоянно сомневаться в себе, и, ну, как бы заставляли обращаться к врачам-психиатрам, что якобы я больна. В конце концов, я решила уехать из Берлина, собрала все свои вещи, и в этот момент, ну, значит, когда я собиралась, я включила погромче телевизор, приехала полиция, якобы по вызову соседей, взломала мою квартиру вообще. Вот, то есть я осталась полностью без замков, и, соответственно, каждый приходил в право моей квартире что угодно. Ну, и кроме этого, я как бы стала искать контакт с другим людям, которые также, ну, находятся под воздействием, и обратилась в Медицинское министерство с жалобами на то, что как только я прихожу домой, у меня сразу начинает болеть голова и тошнота. То есть я находилась под излучением. И как только я сделала это обращение, значит, мне на дом сразу же выслали психиатра, и психиатр настоял на том, что меня на медицинской машине тут же вызвали в госпиталь, и на несколько месяцев я надеялась включение. Вот, в общем-то, это начало этой истории, и продолжается она в течение семи лет, я чувствую себя полностью под контролем, то есть надо мной издеваются, просто делают садистские шутки. Например, рвут какую-то вещь, кладут ее на видном месте дома, и потом просчитывают, в какой магазин я иду, и тут же кладут на видном месте новую вещь, я должна покупать. Ну, примерно я ее покупаю и прихожу домой, там, и через три дня эта вещь опять приходит в негодное состояние. В общем, вот, сейчас как вам... Единственное, что меня остановило от отъезда в Берлин, это эта конференция, в которой я обязательно покупаю участие, и познакомиться с людьми, которые так же борются, рассчитывают, то есть все вместе мы что-то придумали. Можно вопросить? Ну, все души. Последнее, когда я жила в Москве. В каком году вы университете? В 2001 году. То есть, в России с другими людьми, у меня даже усталость какую-то, но я не догадывалась, что это может быть последствия от облучения, то есть... Я не знаю об этом. Ну, сейчас вот назад заглядывались... Я думаю, что я находилась под облучением постоянно. В России, да? Да. То есть, у вас так сейчас чувствует это по ощущениям? По ощущениям. То есть, с вами продолжают работать? Операторы с вами не беседовали? Вам ничего не говорили? Нет. Ну, мне... Честно говоря, они мне постоянно, как бы, посылают очень глубокие идеи, связанные с религией, как бы, и заставляют меня верить в том, что один религиозный раввин, значит, хочет со мной отношения иметь. Ну, как бы, эти идеи, они, в принципе, когда я их оцениваю своим здравым умом, они имеют какое-то право на существование, но то, что это были не мои идеи, а, в принципе, меня изолировали и поместили, ну, в полную изоляцию, лишили моей профессии, чтобы я задумалась над какими-то такими глобальными вещами. То есть, это было не мое свободное. Ну, родители мне не верят. Ну, с родителями, может, послали другие программы? Да, родителям послали другие программы, да. 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 Вот это звучит. В конечах информационной конференции, примерно, я уже понимаю, знаешь, как пресс будет, знаешь, что ведутся симптомы, в этом зиме трейдере. Да. Ну, то есть, я так понимаю, что я смотрю свое кино, моя мама смотрит свое кино, мой папа смотрит свое кино, мой папа смотрит свое кино, и каждый уверен, что история найдет какую-то другую развязку. то есть, моя мама, например, уверена, что буквально вот через пару месяцев на нее какие-то свалятся деньги за этот эксперимент, в котором я могу участвовать. Мой брат настаивает, что я должна лечиться, что я психически ненормальная. Я так понимаю, что ему за это идут какие-то извлечения налогов. Потому что есть другой причины, я себе просто представить не могу, так и так, как будет столько, столько, сколько он управляет в последний день. Спасибо. 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 Спасибо.